В этот день, в 2002-м, на площади перед мэрией было неспокойно. Участники пикета требовали внести еще один важный вопрос в повестку дня до начала ежегодной сессии Горсовета. И частично своего добились. Мы собрались для того, чтобы показать, что народ не быдло, что нельзя в Мордовии, получающую самую низкую зарплату в Приволжском округе, и взымать 80-90% за жилищно-коммунальные услуги. Голосованием депутатов в 15-м пунктах в повестку дня включили требования участников пикета. В том же году жители юго-западной части Саранска, а именно многоэтажки на Энгельса, жаловались на тех же коммунальщиков. Раскопали трубы и, как есть, оставили. Вот в понедельник они приехали, раскопали вот здесь и стали откачивать вот эту воду. Но это бестолковая была работа. Похожие раскопки тогда велись в разных частях столицы республики. В Горводоканале пояснили, что роют по причине изношенности труб горячего и холодного водоснабжения, теплотрассы и даже канализации. Все менять мы не сможем, но те, которые ветхие участки, ежегодно мы их меняем. До конца этого года предприятие должно установить около 250 метров канализационного коллектора от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Полежаева. 26 сентября 2003 в наших новостях рассказывали о трагедии в Краснослободском районе. Тогда от бешенства умер подросток. А жители республики стали чаще обращаться с укусами. Травмпункты. Каждую неделю на ветеринарную станцию поступает не менее трех животных с подозрением на бешенство. Укусы по локализации самые разнообразные. Есть и опасные укусы, есть и не опасные. Мои коллеги к теме бешенства в этот день обращались в разные годы, поскольку осенью эта тема наиболее актуальна. Чем больше диких животных болеет, тем больше риск, что от них заразятся домашние. В 2016 году Юля Прунова делала обзорный репортаж. Неблагополучная эпизоотическая обстановка была в четырех районах. И Чалковском, Ковылкинском, Краснослободском и Ромодановском. Напомним, это цифры за прошлый год. Из всех случаев бешенства половина приходится на домашних животных. А год назад в этот день в Чалковском районе ввели карантин по бешенству. Тогда на территории оброченского сельского поселения от смертельного вируса погибла коза после визита рыжей плутовки во двор. Спустя несколько дней обнаружили и труп самой лисицы, после чего стали срочно вакцинировать всех домашних животных в опасной зоне. А всего за 2018 год в республике зафиксировано свыше 20 вспышек бешенства, из них 5 активных. Увидеть вселенную изнутри смогли школьники Саранска 26 сентября 2011. В просторном спортзале надули большой купол, включили проектор и дети увидели то, что обычно недоступно взгляду человека. Это был урок астрономии в переносном планетарии, который умещается в обычный чемодан. Разработка российских ученых. Звезды и созвездия в эпосе мордовского народа. Есть у нас такая разработка. Я сам родился в Мордовии, хотя и работаю при московском мобильном планетарии, но все-таки эти корни свои забывать не стоит, ведь у нас очень красивые названия многих созвездий. Таким нам запомнился этот день 26 сентября разных лет. Алена Маскалева, Наш Новости.